Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели, это программа «Абонент доступен», сегодня я, Олег Пека, а на связи с нами одна из самых популярных писателей, российских писательниц, Полина Дашкова, автор не только детективных романов, исторических романов, один из которых самый свежий «Горлов тупик», она представит 21 декабря в магазинах «Полярис» в 18 часов. Здравствуйте, добрый день, Полина Викторовна. Здравствуйте, Олег. Вот буквально книга вышла, и вот была возможность у меня её прочесть одним из первых, буквально её привезли, когда две, по-моему, недели назад в Латвию, в Ригу. И для многих читателей, которые, может быть, помнят вас как писателя детективного жанра, вот такое погружение в историю может быть как бы таким удивлением. Хотя я знаю, что вы уже до этого и пакты, и точка невозврата, это такие глобальные, которые рассказывали о предвоенных годах, о большом терроре. Роман, вот почему вас заинтересовала история, скорее, ну вот, хотя в ней присутствуют какие-то такие тайны, интриги, но это не чистый детектив, а скорее такое большое полотно историческое? Ну, я в истории уже 9 лет пребываю, даже больше, больше 15 лет. На самом деле, источник, часть трилогии, это исторический роман, начиная с 16-го года, 1916-го года, события развиваются, там и русская революция, и там и Первая мировая война, и Граданская война, там много всего. То есть я, на самом деле, вот это вот пляше, что я автор детективов, ну да, у меня есть романы, в которых есть, присутствует детектив, сюжет в классическом понимании. Но, на самом деле, вот для того, чтобы быть писателем, влезать вот в эти жанровые рамки, жестко соответствовать им, совершенно не обязательно. К тому же, это скучновато, надо меняться. А история, она даёт такой огромный материал, собственно, ничего не надо, ничего сочинять не надо, вот оно всё, пожалуйста, на ладошки. У вас, в самом деле, большое количество персонажей в этом романе, и как исторические персонажи, там мелькают исторически именно Сталина, Абакумова, так и мелькают, конечно, вымышленные. Мы видим там загадочную африканскую страну Нуберу, с которой вот в 70-е годы связано. Вот откуда вот этот охват материала, я знаю, что в одном из интервью вы говорили, что вершина айсберга, то, что попадает в книгу, а нужно, ну, вы прорабатываете очень большое количество документов. Ну, во-первых, на говоря, ничего загадочного, это Уганда, который угадывается. Вот, и амин, типа, да, мне это безумно интересно, я просто как наркоман исторически, ищейка такая, вот, охотничья собака или ищейка, которая там всё вынюкивает. Я очень люблю и в архивах, и мемуары читать, и сборники документов. Мне это интересно просто, мне это нравится. Можно найти в вашей книге, ведь действительно большое количество событий, которые, ну, слегка так замаскированы, вот как конфликтом Смурнова и Поперечного, по-моему, это как, ну, Бубёна и Суров, в принципе. Ну, да, это такое, на самом деле, вот эти вот анекдоты, литературные, исторические, они очень симпатичные, мне самой они нравятся, и вот я таким образом это ввожу в повествование, тем более, что это такие выпуклые черты времени, и в этом очень много психологии, ну, это, да, это забавно. Семидесятые годы, которые многие сейчас, вот, оглядываясь, считают чуть ли не самыми счастливыми годами Советского Союза, до вот каких-то больших потрясений, всё устаканилось, они изображаются в вашем романе достаточно критично. Да, и там, ну, во-первых, те, кто помнит, жил в эти годы, там, вот эти все приметы времени, Высоцкий в роли Гамлета на Таганке, вот эти пароли из Хемингуэя, который, вот, как какой-то культурный код героев, там, Кингисепп и Каннигисер, знать разницу между этими фамилиями. Вот это тоже из Ваших личных каких-то воспоминаний, личных впечатлений? Ну, конечно, я жила тогда, и я была совсем юная, но весьма-весьма наблюдательная. Конечно, да, это из моих личных впечатлений, а что касается, что многие считают эти годы прям такими счастливыми, ничего они не считают, они живут, вот для них это статус такая. Они не помнят реальность, они вставляют себе такие вот иллюзии, которых тогда у них на самом деле не было. И вот это классический пример, да, когда моя свекровь, которая голодала и прожила там в сталинские годы в обносках, замерзала, не доедала, при этом она рассказывала, как счастливо жили, вот как показывали в кубанских казаках, так и жили, все было. И тут же начинала рассказывать, как она собирала малину утром, чтобы обменять ее на хлеб. То есть у людей такая, ну, я не знаю, что это психологическая вещь, но людям нужны сказки. Просто взрослые считают себя такими взрослыми, а на самом деле им сказки нужнее, чем детям. Потому что ребенок узнает реальность, он открыт к реальности, он ее доброжелательно принимает, с аппетитом потребляет. А взрослому реальность, она уже немножко надоела, в ней много сложностей, и поэтому ему нужны сказки. Но нет ли в этом какой-то, может быть, еще аберрации сознания, когда мы просто выбираем что-то, что нам… Ну, детство у всех, может быть, ассоциируется с чем-то самыми приятными годами, безопасными годами. Вот происходит какая-то подмена, может быть, понятий. Ну, у всех, во-первых. Советское детство, вот мое даже детство, ребенка из весьма такой спокойной, благополучной семьи, не слишком богатой, так, московская интеллигенция средняя, да, но вот все эти детские сады, тренер-лагеря, линейки по стройподготовке, маршировки, насилие, да, когда тебе надо там маршировать в ногу, петь хором, это совсем не счастье. Я бы не назвала это счастьем, но, во всяком случае, для себя. Да, то есть детство, оно беззащитно, и родители, близкие, бабушки, дедушки далеко не от всего могут защитить, воспринимать все, значит, у меня премьер-курка не наросла, такая плотная, вот, панциря еще нету, поэтому нет. Людям именно нужны сказки, нужны иллюзии, закон психологии. И я не уверена, что это надо отнимать, но другой вопрос, что человек, когда он начинает действовать, опираясь на эти иллюзии, ну, тут беда, тут караул. Вы в пять лет, по-моему, в одном из интервью говорили, что вот очень как-то остро ощущали ложь, когда вам нужно было в детском садике произнести фразу «мы внучата Ильича», это было чуть ли не какое-то первое столкновение с… Да, вот в точке невозврата, это про то, как я писала источник счастья, как я задумалась в очень раннем возрасте, кто такой Владимир Ильич Ремин, на что такое «Великая Октябрьская социалистическая революция», но действительно я ложь ощущала прям вот физически, да, до сих пор не могу есть. Мне это было неприятно физически, мягко говоря, неприятно. А вот если вы сами заговорили уже про 17-й год, действительно, что случилось с Россией в этот год, потому что ведь даже Дмитрий Быков говорит о том, что да, это было ужасно, но, с другой стороны, это открыло для огромных масс возможность выйти на авансцену, и что он видит даже в этом какие-то позитивные моменты, что выросло какое-то новое поколение, которое было, правда, перемолото войной с Сталином, сталинскими репрессиями, но вот Старая Империя, она должна была рухнуть. Вот знаете, Старая Империя рухнула в марте, в феврале 17-го года, и это действительно была революция. То, что произошло в октябре 17-го, это была не революция, это был переворот. Это был совершенно немыслимый куда-то не туда поворот. И я считаю однозначно, что март-февраль, это был шанс, это был серьезнейший для России шанс. Другое дело, что там пришли к власти люди, которые ничего не соображали, типа Керенского, и которые совершенно не понимали, в чем дальше делать. Ну, плюс еще война, плюс такие вот превходящие обстоятельства не сложилось. А вот то, что произошло в 17-м году, кстати, вот Дима Быкова, я помню, когда вышел «Мой источник счастья», это было очень давно, и он работал там на каком-то радио, он брал у меня интервью, и говорил, а здорово, вот пожить бы там, вот тогда, в 17-м, в 18-м, это круто, как это интересно. На что я ему сказала, во-первых, мы бы с тобой зашилили бы, тифом бы заболели, а во-вторых, нас бы просто стреляли. Поэтому пожить там, вряд ли бы нам удалось. Ничего интересного абсолютно. И вот моя прабабушка, которая умерла, когда я была уже достаточно большой, то есть мне было в 17 лет, я очень хорошо помню все ее рассказы, и она говорила, не дай Бог тебе пережить на большие элементы. Вот, действительно, это ничего, для меня 100% абсолютно ничего хорошего в событиях октября 17-го нет. Есть ужас и кошмар, гибель Атлантиды, рукотворная гибель Атлантиды. А массы никуда они не вышли, на самом деле, никакого участия масс в этих событиях не было. Но известная факта, что не было ни невзятия зимнего, это все абсолютно такой миф. Кто такие большевики, массы вообще понятия не имели, потому что большевики-то в основном были или на каторге, или в эмиграции. Знали эсеров, левых эсеров. Да, они были страшно популярны, потому что они просто хотели раздать Богу крестьянам, и этим их лозунгом воспользовались большевики, потом уничтожили их же. То есть случилось, действительно, Россию захватили, скажем так, если порассуждать терминами сказки и мифа, то инопланетяне. Когда не были никакие инопланетяне, ну, в общем, нечто очень чуждое всему человеческому в человеке, и все, что они творили в России, было чудовищно. Другое дело, что после смерти Сталина, собственно говоря, мой город в тупик, отчасти посвящен этому сломому эпоху, это был такой рубеж, март 1953-го, когда вот тут-то и началась советская власть, закончилась в марте 1953-го года. А дальше началось ее медленное умирание, такое вот мягкое, спокойное. У меня был стишок, написанный в 1991-м году, «Грозная империя и грязный конец». Вот, вот, это, по-моему, достаточно я точно все сформулировала. Вот. А 70-е было спокойно, и было все, да, там были свои позитивные моменты, в том смысле, что при всем убожественном мире был покой, был застой, была неопределенность, да, так знал точно, что завтра, и мог рассчитывать как-то свои силы, представлять свое будущее. Хотя на самом деле в этом тоже была иллюзия, и очень большая эффект. Но, в принципе, да, эти годы не были такими страшными, потому что с 17-го и по... Ну, исключительно небольшого периода НЭПа, совсем небольшого, на самом деле. Скажем так, самый ужас был с 29-го года воцарения Сталина до 53-го. Они были настолько сложные эти годы, что уже и грущи в том, что время и застой, по сравнению с ними, оказались, ну, почти раем. Кстати, ведь у вас действительно в романе там начинается все в 52-м году, и вот это дело космополитов, оно проходит отдельный сионистский заговор, который там раскрывают герои, ну, вообще один из героев, такой очень страшный, пугающий действительно образ на человека. Вот сталкивались ли вы с такими людьми, ну, то есть мы иногда бывает, понимаем, что да, вот есть люди, которые становятся, ну, не знаю, мерзавцами по просто обстоятельствам, ну, с ними можно договориться, а вот это какое-то абсолютное зло, с которым окажется, ну, то есть вот у которого просто мозги вот на бекрине, который искренне верит в то, что с ним, что ему вложили? Знаете, вот я когда читала протоколы допросов, ну, все, что сохранилось, сохранилось немного, я читала протоколы допросов вот вы 37-го и вот этих лет 50, ну, 51-й, скажем так, да, до 53-го, я все время себе задавала вопрос, ну, хорошо, вот эти следователи, вот эти люди, которые ведут эти допросы, все понятно, они, ну, им надо самим ответить, они выполняют свои служебные обязанности, но они-то сами верят, вот в это во все, они же прекрасно понимают, что перед ними сидит никакой непреступник, ни террорист, ни убийца, сидит обычный человек, вот они на него все это верят, они сами внутри себя, что чувствуют. Я поняла такую вещь, что если человек начинает в это верить, всерьез, он просто сходит с ума, то есть он лишается вас, собственно, мой Лёвый, он не самый глоб, он сумасшедший, он человек, который реально сошел с ума, у него круг бредовых идей, он живет в этом кругу бредовых идей, точно в соответствии с линией партии, вот если точно соответствует линии партии, то надо вот в 10, надо просто сойти с ума, а стать сумасшедшим, потому что так, вот там у меня один из моих персонажей про себя цитирует Чехова, я иду пока вру, ты идешь пока врешь, мы пока врем, но ей надо врать, дело в том, что человеческий мозг так устроен, что когда человек врет, если он это делает не постоянно, если он только начал врать, у него там вырабатываются все такие гормоны, процессы в организме происходят, мозг сигнализирует, он плохо, нехорошо, ты врешь, если человек привыкает к этому, если он врет постоянно, то там же эти процессы меняются, никаких сигналов от мозга негативных не поступает, наоборот, подсаживается на это, как на наркотик, но в принципе любой человек, любой ребенок, взрослый, когда он врет, он знает, что он врет, дальше начинает придумывать себе оправдания и цели, и эти оправдания и эти цели, как правило, и сводят в рост ума, если он серьезно в этом погружается, потому что нормальные поступки человеческие не требуют оправданий, вот нам не надо себе объяснять, почему мы там старушку через улицу перевели, или кому-то помогли, помогли женщине коляску по лестнице перехода поднять, нам не надо объяснять, почему мы это делаем, мы все делаем, и все, когда мы делаем что-то плохое, нам нужно создавать систему оправданий, собственно, вот эта самая система оправданий, это и есть тот круг бредовых идей, идеология всегда, она в этот круг обязательно входит, высокая единая, которая оправдывает любое злодейство. Мы сейчас буквально ненадолго прервемся, после чего вернемся в студию, я напомню, что сегодня у нас на прямой связи по скайпу Полина Дашкова, автор многочисленных популярных книг, которая совсем скоро приедет в Латвию, представляется роман Горлов «Тупик». Продолжается программа «Абонент доступен», Полина Дашкова сегодня у нас на связи, по скайпу мы говорим о самом свежем романе «Горлов «Тупик», и, конечно, вот фигура Сталина, к ней обращались много раз, она тоже, появляется эта личность у вас на страницах романа, и вот я много читал об Рахмана Автарханова, который подводит к тому, что Сталин, ну вот, был, умер не своей смертью, поскольку, ну, он говорит, ну, не может быть такого совпадения, что готовя чистку, готовя такую масштабную чистку, в том числе и своих собратьев по партии, Сталин просто не учел, ну, того, что перед ним уже не идеалисты, большевики, которые там работали с Лениным, а уже прожженные интриганы, которые, ну, вычислили вот его, ну, они понимали, что они обречены, им терять нечего. Вот как вы оцениваете такую точку зрения, версию? Ну, Автарханов сам достаточно идеалист в этом смысле. Они идеалистами, вообще никто из них не был, ну, за исключением какого-нибудь там, нежого, несчастного. Вот, это были всего и прагматики, но им было не страшно. Они боялись друг друга, прежде всего, поэтому представить себе заглядь вокруг Сталина, как бы они с собой сговорились, абсолютно невозможно. Конечно, это, конечно, номер своей смерти, просто потому, что, во-первых, был уже очень боль, есть документы, у него вскрытие, что там у него, у него там мозга вообще уже не было. Во-вторых, он полностью был замерзан от какой бы то ни было медицинской помощи, потому что он нечиски боялся врачей, это логика Сталина, да, что нету болезни, нету смерти для него, во всяком случае. А есть плохие врачи, злые врачи, заговорщики, которые его будут убивать. Вот, они, единственное, что, я очень подробно изучала все, все, что написано вот про эту ночь, когда он там лежал, да, но просто они, скорее всего, свалился тон при них, они от него уходили, и они просто ушли в надежде, что он не поднимется. Но это не убийство, это оставление в своем состоянии, скажем так, но у них и выхода другого не было. Там есть несколько деталей, которые говорят о том, что они знали, они знали, что он подвалился, и они покинули его, они долго-долго обедали, у него в малой гостиной на ближней даче, и по воспоминаниям охранников, которые тоже, в общем, достаточно, там, допустим, есть воспоминания Рыбина, который в этот момент там не находился, Крусталев воспоминаний не оставил, ну, в общем, короче говоря, это был единственный случай, когда охране было сказано, мол, ребята, ложитесь спать, да, и сказано это было, скорее всего, не им, потому что в основном их там парни, кто-то пишет, что это он сказал, кто-то пишет, что вот они вышли, сказали, что он отдыхает, что его не беспокоите, вы ложитесь спать. Дело в том, что он никогда охране спать не спал. Более того, у них была такая манера, значит, как только человек, он сам страдал бессонницей, и вообще не спал, да, вот, ну, то есть он под утро засыпал, и дежурный офицер, вот он прикорнёт там в сапогах, в форме, на банкеточке в своей комнате, и тут дзынь, 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 он бежит скорее, несётся через все эти коридоры, этот его спрашивает, Сталин, ты что, спишь? И как вот товарищ Сталин смотрит на него своими этими глазёнками, тигринами, и говорит, ладно, иди, то есть спать он им не давал, и ни разу в эти годы, никто не помнил, чтобы он сказал, всё, ребята, отбухайте, это вообще была не его манера. Скорее всего, это сказали они, и сказали они это, потому что он свалился с этим своим инсультом, и всё, и они тихо ушли. Там очень разные противоречивые информации, допустим, есть информация, что он лёг, потом встал, потом пошёл пить воду и упал, есть информация, что он был со вставной челюстью, когда лежал, а есть информация, что он был без челюсти, ну, как человек, у которого вставная челюсть, он её на ночь не вытаскивает, то есть если бы он лёг, то он был бы без. Но мы точно не знаем этого, потому что действительно воспоминания очень противоречивые, есть рассказ Хрущёва, есть рассказ Микояна, совершенно разные противоречащие друг другу вещи, хотя даже Молотов, вот есть такой сборник, там сколько-то там, тысяча бесед с Молотовым, Феликс Чуэс, такой баспетлинист, который купил на даче к старику Молотова, ему разные вопросы задал, хотя даже Молотову нравится версия, что его могли убить, при том, что он сам сталинист, эта версия, знаете, она поднимает их немного и в собственных глазах, что они всё-таки, что они как-то сопротивлялись, что они были надеяцспособны, нет, вот людей там уже в окружении не было, это были мариониды, запуганные, внутри себя, они бы очень хотели, чтобы он наконец скончался, но кто-то сделать никогда, это невозможно. Скажите, буквально вот недавно, включив случайно там первый канал, программу «Пусть говорят», я вдруг с большим удивлением увидел, по-моему, мужа Светланы Аллилуевой, который, ну, вот это был час по Нигирико Сталину, и сама реакция публики, которая там аплодировала на любое, там Сталин там организатор наших побед, там победили войну, вот какое-то ощущение таких мурашек вдруг у меня пошло по спине, потому что мне казалось, вот, ну, 90-е годы, даже еще в начале, в середине 80-х годов, как будто бы эта тема была закрыта, но сейчас вот ощущение такое, что, ну, даже там прозвучала фраза страшное время борьбы со сталинизмом, то есть я вдруг понял, стоп, 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 ребята, это когда, вот, дескать, было опасно носить фамилию Сталина, за это, ну, вот там пострадал Василий Сталин, я думаю, вы что-то не перепутали, но вот ощущение, как будто бы, вот как в таком страшном сне пытается как будто бы развернуть историю вспять, вот вы видите в этом какую-то опасную тенденцию для страны? Я единственную опасность в этом вижу, в том, что люди, так психологически безграмотные, не знают собственную историю, а дело в том, что вот к реальному Сталину вот этот мифологический персонаж имеет ровным с ним никакого отношения, это тот справедливый бог машины, который должен вылететь из всех плохих чиновников, наказать, там, посадить и так далее, что бы там было на самом деле, как бы, их это совершенно не интересует, то есть у них тот уровень знания, при котором они даже не отдают себе в нем отчет. Ну, а то, что творится на этих ток-шоу, я вообще не понимаю, как это можно смотреть, что там они орут, какие там они мозуги, выкрики, там это просто белый шум, заполнение воздуха. Нет, меня в этом единственное, что пугает, это не содержание этих выкриков, уровень исторической безгромотности людей. Потому что, ну, они просто, они вообще ничего не знают, не хотят. Это когда-то у нас, значит, был такой анекдот, когда у нас губернатор Орловской области ставил памятник Ивану Грозному и рассказал о том, что Иван Грозный не убивал собственного сына, а сын его умер по дороге из Петербурга в Москву, потому что нельзя было вызвать врача. То есть они на Сапсане ехали, и врача там нет. Это губернатор, да, который ставит памятник Ивану Грозному. То есть вот уровень безграмотности людей, как будто они живут, как будто вообще эпоха долг недопечатания, не хожу, там интернет есть, какие-то есть. А вообще вот безграмотность на уровне, около средневековья, когда люди даже читать не умели, буквы не знали. Вот это меня пугает. А то, что там им Сталин нужен, ну, хорошо, но Сталин, ну, давайте назовем его там Дед Мороз, Дед Мазай, а не Зайцы. Как угодно, но это совершенно не имеет отношения к реальному Сталину. Скажите, вот ваше отношение, если мы затронули тему все-таки Сталина-Ленина, насколько то, что до сих пор стоит в центре Москвы Мавзолей, некоторые говорят, ну, что, чтобы завершить вот какой-то этап в стране, нужно, ну, вот покончить вот с этой страницей прошлого, потому что это как будто бы какой-то, ну, заноза, которая осталась в истории, игноит. Я не верю в то, что символические действия, ритуальные действия как-то могут изменить реальность. Что касается, похоронить эту частную, эту куклу, эту мумию, конечно, равно пора, но вовсе не потому, что покончить с этим этапом. С Лениным-то давно покончить, но никто не помнит. В отличие от Сталина, он сейчас мало кому интересен. Сейчас процедура этого захоронения могла бы вызвать, да, какие-то бурные, ну, то есть, грубо говоря, пища для тук-шоу, типа там, отпусть говорят, до таких Соловьевских и прочих весельей, это была бы такая прекрасная пинча, они бы это дискутировали, бы там, но человек, на самом деле, хотел бы, похоронили на Волковском кладбище в Петрограде, в Ленинграде, был Петроград, рядом с мамой, был человек Ленин, и Сталин для меня вообще не человек, это существо, ну, не в каких-то человеческих измерениях, то Ленин, все-таки я тоже достаточно хорошо знаю его биографию, и мемуаров читал он множество о нем, плохой, бесславный, жестокий, но человек, вот, и мне очень жалко, что он не предан для меня, это его проклятие, это не наше проклятие, а закрыть эпоху, закрыть, перевернуть страницу той или иной эпохи, таким образом, мне кажется, невозможно. Скажите, а вот у вас интерес, ну, тридцатые, пятидесятые, семидесятые годы, вот девяностые годы, они еще не нашли своего какого-то отражения в литературе, вот какого-то осмысления писателями, потому что самые разные, ну, для кого-то это эпоха свободы, для кого-то это эпоха бандитизма, бесправия, то есть, вот что для вас девяностые, и есть ли как писатели, как книги, которые отразили эту эпоху? Вы знаете, девяностые не отразил никто, может быть, я, конечно, не все читала, я, в принципе, вот сказать, что вообще никто, но мне, во всяком случае, не попадалось отражение девяностых, они это все еще впереди, дело в том, что наша история настолько неизучена, не освоена литературой, вот теперь есть 20 век, что до 90-х, я думаю, еще надо дойти, это интереснейший период, для меня лично, это период, ну, нового открытия мира, какое-то ощущение свободы, первый раз мы с мужем полетели за границу, ну, то есть не за границу, у меня была за границей, там в бодрочестве с папой, в БДР, я ездила, а у мужа моего вообще не было, и мы полетели по Америку, и это было что-то, ну, это что, мир огромный, мы вообще вот, вот, все, мы становимся свободными людьми, это было очень сильно, конечно, там были всякие проблемы с едой, с бандитами, с воровством на улице, это было, ну что, ну, переломная эпоха, никуда не денешься, но, учитывая, насколько мягко, сравнительно мягко, этот перелом, эта революция произошла, ну, надо, надо все-таки понимать, что, могло кончиться, вот как в Румынии, там, там все было намного кровавее, да, было действительно очень, много всего плохого, но, ну, а что, мы в Америке, в раю живем, никто не обязан обеспечить абсолютный комфорт при смене эпох, вот, а что касается того же Горбачева, да, все его клянут, и так, и всяк, а на его месте, оно так все разваливалось, да, надо было что-то делать, нельзя было вот уже двигаться по инерции, еще в Крежневске, какое-то правление спасло сибирское нефть, если нефть не нашли, там, в начале 70-х, то неизвестно, это могло бы рухнуть значительно раньше, потому что пожрать-то было нечего в стране, еще Москва, ой как, а я ездила, я студентка, ездила довольно много по России, по Сибири, я видела, какой там, ну, реально-то, голод, ну, на грани голода, скажем так, трупов голодных не было, да, но в принципе, это навжение было чудовищным, пило, это огромное количество, алкоголизм был на каком-то феноменальном уровне, я помню, городки и деревни в Сибири, где днем, говорили пьяных баб, это самое страшное, еще мужики там, понятно, это привычное было прелище, но когда женщины, на которых все держалось в последние эти годы в советской власти, пили, то все разваливалось, вспомним, в фильме того же Говоросина, так жить нельзя, ну, да, ну, так оно и было, и надо было с этим что-то делать, окей, он сделал много ошибок, одни считают, одни его ошибки, другие иногда, одно другому противоречит с точностью до, наоборот, ну, а вы-то на его месте, оказавшись, что бы делали, представьте себе, на секунду, удобно его, критиковать, поливать, ругать, и так далее, ну, а вы, ну, попробуйте все-таки поставить на его место, нет, эти годы, для меня были, скорее, счастливыми, потому что возникла надежда, и это был период, когда казалось, что вот все, что мы становимся, наконец, нормальной страной, нормальной, но, к сожалению, не оправдалось, почему, это уже огромная тема, огромный вопрос, вопрос пока что без ответа, но я обязательно, у меня будет роман, я перейду к 90-м, я вот все хотел, да, спросить, будет ли, да, у меня будет, я сейчас вот пишу продолжение головы Топика, там уже 80-е, не знаю, с такими героями, может быть, частично, с теми же, может быть, что-то еще, но то, что 90-е меня, что называется, на кончике пера, это да, потому что это интереснейшая эпоха, и, к счастью, документов много, кстати говоря, вот об арбитовых документах, удивительная вещь, вот когда я писала источник, да, вот, революция, гражданская война, очень много, я просто тонула, читай, не хочу, документы, мемуары, когда, 37-е там тоже, более чем достаточно, уже по 50-м меньше, хрущевская война еще меньше, ну, закрытых архивов, естественно, во всех странах это есть, когда я писала 70-е, я столкнулась с тем, что нету практически ничего, ну, формально, да, мемуары, формально какие-то, очень помог сборник документов, по Олимпиаде 80, потому что подготовка, она же началась заранее, там очень, то есть там такой срез, классный, жизнь, заседание, политбюро, там, переписка из КГБ, там, и так далее, все это есть, это очень интересно, иногда абсолютно косвенно касается Олимпиады, но ситуация в стране, там, очень видна, вот, мемуары бывших, ГБшников, которые в 90-е писали, тоже забавное очень чтение, начиная от мемуаров Бабкова, который заведовал 5-го правления, и заканчивая мемуарами людей, которые служили во внешней разведке, совершенно разные уровни образования, и просто умение писать, вот когда читаешь Бабкова, читаешь как в двух кратких курс или инструкцию, да, пропагандиста-агитатора, это вообще человек, в основном, лозунги, запах, эспирология, бред, в общем, бред и бред, а вот когда читаешь людей, которые работали во внешней разведке, и в силу, свои службы должны были там быть образованными, знать антронные языки, мозгами шевелить, это совсем другая история, это очень интересно, вот, что касается 90-х, там же тоже страшно мало документов, ну мало, там очень много домыслов, очень много фантастики, очень много эмоций, колоссальное количество эмоций, а вот фактов, ну крайне мало. Но ведь живы люди, которые могут поделиться воспоминаниями? Ну как вам сказать, воспоминания люди начинают о себе рассказывать и выставляют себя в хорошем свете, вот почитать какие-нибудь воспоминания, Жакова, ну просто ангелы воплотить, что там можно реально уцепить, времени, событиях реальных, кроме психологического портрета самого автора, мало привлекательных. И вот часто люди воспоминаниями мемуаров, которые часто врут. И я могу с вами, у меня есть уже свои методы, я читаю описание одних и тех же событий разными людьми, знаю уже примерно интересы этих людей, представляю себе, я могу вот составляя это все выцеживать какую-то реальность. Но опираться полностью на мемуары, как на источник, это невозможно. А как вам удается вот плести эту паутину различных судеб, персонажей, которые, ну, действительно, наполняют настолько плотно роман, что как, ну, это, не знаю, сериал, который проходит перед глазами? Ой, не дай бог, что это был сериал. Я знаю, что это у вас печальный опыт был с местом под солнцем, да. Это опыт, не только как в автор, которого чудовищно экранировали, а когда покупали, когда пытаешься что-то смотреть, ну, невозможно. Нет, ну, как удается, ну, это профессия моя. Это профессия. Это я... Если ты этого не умеешь, то так просто не... сделку не за свое дело. А... Летут. Они вот когда персонаж возникает, да, и в какой-то момент он уже начинает действовать самостоятельно. И ты только за ним наблюдаешь и забезаешь. А можно ли все-таки ожидать, что, ну, вот будут какие-то тот же самый «Горло в тупик» экранизированы, или вы, ну, категорически боитесь уже повторения? Категорически боюсь, я, ну, не хочу, я берегу нервишки. Я слишком болезненно отношусь к тому, когда вот когда берут и по-живому режут мой текст, я не могу, я не доверяю людям, которые вот это делают. И пока что все попытки... у меня переговоров этих фазными студиями, продюсерскими компаниями было очень много. И нет, пока не хочу. Пусть люди читают, но не только же телевизор надо смотреть и YouTube, а просто брать книжку и читать. Кстати говоря, это для них намного полезнее. А вы часто замечаете, ну, вот, не знаю, в метро, в поездках, что когда читают ваши книги, как вы реагируете на это? Ну, это бывает по-разному. Реагируешь всегда хорошо. Мне очень интересно смотреть, на какой человек страниц, где он там находится. Ну, бумажные книги сейчас мало читают, побольше, кстати. А вот когда все с электронными, то там не поймешь, чего они читают. Что там на обложке. Но я хочу сказать нашим слушателям, что будет возможность. Полина Дашкова приедет в Ригу 21 декабря. Приходите в магазин «Полярис» в 18 часов. У вас будет возможность и приобрести роман «Горлов тупик» и тут же подписать и задать вопросы, которые, может быть, я не успел задать за время нашей короткой, к сожалению. Такой беседы. Спасибо вам большое, Полина Викторовна, и до встречи в Риге.